всем привет сегодня поговорим о док станции для mac mini существует много различных версий от сторонних компаний которые предлагают разные конфигурации и типы подключения также с установкой ssd диска или даже двух для своего mac mini на m1 я приобрел док станцию от компании satechi с возможностью установки ssd диска формата m2 док станция поставляется в картонной коробке на которой указаны все типы подключения которые в ней реализованы здесь также указано то что поддерживаются ssd диски формата nvme давайте продолжать распаковку внутри мы можем найти инструкцию и саму док станцию док станция выполнена из качественных материалов ничего не люфтит подгонка идеальная на обратной стороне мы видим отсек для установки ssd диска также комплект идет маленькая отвертка и болт чтобы все это закрепить для полноты картины нам не хватает только ssd диска для этих целей приобрел ssd диск от фирмы samsung серии 980 типом подключения m2 nvme объемом 500 гигабайт давайте приступим к установке ssd диска вставляем ssd диск до щелчка и прижимаем его корпусу теперь давайте используем комплектную отвертку и болтик чтобы все это закрепить недаром же нам его сюда положили после того как убедились что вся конструкция зафиксирована можем от закрывать данный отсек извлекаем кабель который будем подключать к нашему mac mini здесь есть также технологические отверстия которые служат для отведения тепла они без фильтров теперь соединяем наш сэндвич и подключаемся к одному из портов thunderbolt на этом практически все дополнительных манипуляций на этом этапе больше не требуются потеряв один порт на обратной стороне mac mini мы приобретаем достаточно количество подключений в удобном для нас расположении после того как система загрузилась нам нужно правильно разметить наш диск нажимаем инициализировать если по какой-то причине вы пропустили данный шаг переходим в дисковую утилиту вид показать все устройства выбираем наш ssd диск нажимаем стереть задаем имя формат и схему оставляем по умолчанию после того как диск отформатирован нажимаем готово ну и куда же без теста скорости скорость чтения записи на отметке приблизительно 700 мегабайт в секунду почитав информацию в интернете можно обнаружить что различные версии данных док станции поддерживали различные скорости и не все из них поддерживали nvme диски обязательно убедитесь перед покупкой в данных характеристиках если говорить не о синтетике у меня есть здесь есть три архива и два видео общим объемом около 20 гигабайт давайте попробуем их перенести на ssd диск ctrl c ctrl v и переносим все данные на ssd диск в описании к данному видеоролику я оставлю ссылки на магазин где вы сможете приобрести данную док станцию около 25 секунд достаточно неплохие показатели для данного типа устройства если вы не хотите видеть данный ярлык на своем рабочем столе просто измените настройки finder переходим в настройки и убрать внешние диски теперь отображение ssd диска будет в боковом меню если она там не отображается также измените настройки finder всем спасибо кто досмотрел данное видео до конца если кого-то остались вопросы пишите их в комментарии до новых встреч